Начну свой рассказ про искусственные органы чувств с искусственного глаза. И поговорю вам три термина, которые вы наверняка слышали. Бионический глаз, электронный глаз и наноглаз. Даже мои студенты считают, что это одно и то же. И не понимают, а в чем разница. Это просто одни и те же названия чего-то искусственного органа, в данном случае искусственного глаза, который должен вернуть нам зрение. На самом деле, уважаемые господа, это три разные вещи. И я попробую про каждый орган рассказать, в чем разница. Электронный глаз – это некое устройство, например, датчик или сенсор, которое позволяет воспринимать, различать цвета, либо воспринимать какие-то световые изменения. Потому что что такое глаз? Это тот же самый передатчик, только биологический, который позволяет нам получать информацию о внешнем мире. И на картинке вы увидите, как происходит ход лучей через наш оптический прибор глаз. И чтобы мы увидели дерево, увидели, какого оно цвета, какого оно размера, на каком оно расстоянии. И получили, сколько там листочков. И даже мы еще получим информацию, опасно, не опасно, страшно нам, не страшно. Так вот, бионический глаз – это уже не некий датчик, не некое устройство, которое мы вставим, и оно будет пугать, даже шокировать нас. Если у кого-то датчик, вы сразу вспоминаете терминатора, когда у него слезла кожа, и там остался датчик вместо глаза, и он страшно шевелился. Нет, бионика – это уже органичный орган, который имитирует наш с вами орган, причем индивидуально. У каждого разные глаза, и с помощью 3D-принтера мы можем сделать именно глаз, который должен находиться симметрично и также соответствовать второму глазу. И это будет ваш глаз и только ваш глаз. И наноглаз. А наноглаз – это уже устройство, которое сделано с помощью нанотехнологий. То есть это может быть уже не целый прибор, который мы называем глаз, это может быть просто микросхемка гибкая, которую мы как линзу прикрепим на глаз. И она скорректирует зрение. Так вот, смотрите, электронный глаз – это некий прибор, большой или маленький, для разных целей. Его будут использовать для распознавания образов света и получения оптической информации. Может быть большой, некрасивый железный прибор. Бионический глаз. Имеет четко медицинскую направленность. Это как эстетическая хирургия. Он существует, на самом деле уже есть. И он позволяет на сегодняшний момент видеть мир в черно-белом цвете. Пока что еще не доработали получение цветной информации. Почему не доработали? Я вам расскажу. То есть идет источник света, попадает, то, что вы видите, на радужную оболочку глаза. Вот радужная оболочка глаза, она потому называется радужная, радуга. Она раскладывает свет в спектр. И мы поэтому мир видим цветным. Животные видят его черно-белым. Дальше фокусируется с помощью зрачка. Зрачок – это дырка. Но это дырочка. И вы, наверное, замечали, что когда мы в темноте, у нас зрачок расширяется. Это значит, мы расширяем отверстие, чтобы больше получить света. Если мы приходим в светлое помещение, у нас зрачок сужается. То есть сужается дырочка, чтобы свет пропускать поменьше. И вы еще автоматически, если смотрите на солнце, начинаете прищуривать глаз так же, чтобы уменьшить поток света, который попадает на глаз. После этого он проецируется у вас на заднюю стенку. Образ проецируется на заднюю стенку глаза, на сетчатку. И мы получаем, идет сигнал в мозг о том, что мы получили, и мы получаем изображение. Поэтому, видите, дерево, на которое мы смотрим, оно оказалось у нас не на глазу, а в нашем мозгу. То есть глаз – это устройство, которое получает, оптическое устройство, которое получает визуальную информацию и передает в мозг. Все, что мы получаем с помощью чувств, вообще все, что мы трогаем, ощущаем, мы все передаем в мозг. А он уже обрабатывает информацию и понимает, что мы сделали. Посмотрели мы, услышали, либо потрогали. Так вот, на ногло – это вот если человек вообще потерял глаз, не дай бог, ему уже можно ставить глаз, который будет органично вписываться в его лицо, который ничем не будет отличаться от настоящего глаза. Только один глаз будет видеть цветной мир, а другой глаз будет видеть черно-белый мир. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Но если мы говорим «она на глазе», и вы видите, что показана гибкая микросхемка, то это аналог линзы. Вы прекрасно знаете, что уже даже не секрет, можно доступно каждому и купить практически в любом магазине, и линзу приклеить к глазу. И таким образом человек может не носить очки и корректировать различные дефекты зрения. Вот в этом направлении, если развивать тему линз, то, соответственно, мы можем прийти и получить некую гибкую микросхему, которая будет позволять, возможно, вообще видеть людям, которые болеют глоукомой, или вообще не видеть. То есть нано – это что-то небольшое, которое мы помещаем внутрь готового устройства, допустим, бионического глаза. Либо в виде элемента добавляем ножевой орган, и этот элемент позволяет нам убрать те дефекты, которые есть, для того, чтобы снова видеть мир в полном объеме. Итак, теперь вы стали совершенными специалистами, что на сегодняшний момент с глазами у нас все хорошо. Мы имеем множество приборов различных размеров, и это все называются электронные глаза, которые у нас регистрируют оптическое излучение в оптическом диапазоне. Мы уже имеем бионические глаза, их тоже несколько вариантов, которые позволяют человеку комфортно чувствовать, и если у него нет глаза, то ему делают бионический глаз. Единственное, что пока он видит мир в черно-белом варианте. И мы уже имеем нано-глаз. Это технология, специальные пленки и материалы в виде контактных линз или минимальных, скажем, пластырей, которых даже не видно глазом, который мы можем поместить на живой орган и возвратить зрение, либо поместить в бионический глаз, и он будет выполнять там ту функцию, которую мы хотим получить.